Добрый день. Короткая инструкция на тему, что делать, если вам подбросили наркотики. Итак, вас хватают сотрудники полиции, утверждают, что у вас есть наркотики или просят немедленно вывернуть карманы. Что делать? Во-первых, ни в коем случае не соглашаться немедленно выворачивать карманы или чтобы вас немедленно обыскивали. Делать это имеют право только в присутствии из понятых и только сотрудники того же пола, что вы. Понятые обязательно должны быть не заинтересованными лицами, никак не связанными с сотрудниками полиции. После того, как произвели ваш досмотр и у вас нашли наркотические вещества, вам немедленно следует заявить о том, что вы не знаете, откуда у вас это появилось и если вы видели, что вам это подбросили, немедленно заявить о том, что это было вам подброшено. Требовать привлечение внимания понятых. После того, как у вас данные вещества нашли, должен быть обязательно составлен протокол. Протокол об изъятии у вас данных веществ. В данном протоколе обязательно в письменном виде указать о том, что вы не носите, не распространяете, не употребляете наркотики, что данные вещества вам подброшены. После этого необходимо потребовать, чтобы вам дали копию данного протокола, либо сфотографировать его на телефон. Но надо помнить, что телефон у вас, скорее всего, в ходе дальнейших следственных действий будет изъят и данные фотографии с него могут быть удалены. Поэтому обязательно требуйте копию протокола, чтобы в дальнейшем не оказалось, что он оброс неизвестными подробностями, которых не было. После составления протокола о задержании, вы немедленно должны потребовать себя адвоката. Лучше пользоваться услугами не адвоката по назначению, а своему адвокату, который пусть может оказаться не столь квалифицированным, но и именитым, но зато он будет на вашей стороне. Для этого необходимо иметь контакты данного адвоката, в идеале его визитка, на которой указан его номер в реестре, контактные данные, и предупредить данного адвоката, чтобы он приехал с уже заполненным на ваши фамилии, имя, отчество ордере. Все протоколы, которые предоставляются вам на подпись, необходимо внимательнейшим образом проверять. Если вы с чем-то не согласны, немедленно писать это в протокол, невзирая на отношение к этому сотрудников полиции. Также вы должны помнить, что согласно 51 статье Конституции, вы имеете право не свидетельствовать против себя. Ссылаясь на нее, вы имеете право хранить молчание до приезда квалифицированного адвоката, который может вам помочь, либо до того времени, пока вы соберетесь с мыслями и будете готовы разговаривать на данную тему с сотрудниками правоохранительных органов. Также следует соблюдать элементарную безопасность при том, что вы берете чужой рюкзак, чужую посылку, чтобы не стать жертвой так называемой подставы. Также всегда надо требовать проведения соответствующих экспертиз и писать об этом в протоколе. Что вы требуете? Чтобы у вас взяли соскобы с ногтей, смывы с рук, чтобы провели экспертизу, подтверждающую, что вы не употребляете наркотики, ни в коем случае нельзя это делать по месту, употребляя какие-то тесты, которые вам предлагают сотрудники правоохранительных органов. Обязательно только в соответствующее профильное медицинское учреждение, не какую-нибудь частную клинику, а именно в государственный наркологический диспансер, который имеет право проводить подобные экспертизы. Данные действия докажут дополнительно при дальнейших судебных разбирательствах вашу невиновность. Ну и разумеется, мы настоятельно рекомендуем пользоваться услугами квалифицированного адвоката, поскольку при уголовном разбирательстве есть очень много тонкостей, которые обычный гражданин не знает. Надеюсь, эти советы будут вам полезны. Берегите себя, ваших близких, знайте законы. Редактор субтитров А.Семкин